Уголовно-исполнительная система Алтайского края – одна из крупнейших федеральных структур, расположенных на территории региона. По Сибирскому федеральному округу УФСИН России по Алтайскому краю входит в первую пятерку по штатной численности. Большая часть сотрудников имеют юридическое и педагогическое образование. В ведении УИС находится 16 учреждений, в которых содержится более 13 тысяч человек. Столько же осужденных состоит на учете в 23 филиалах и межмуниципальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции. В своем развитии и поиске промышленного потенциала пенитенциарная система края ориентирована на особенности региона. Как известно, Алтайский край сегодня является ведущим за Уралом регионом по производству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Алтайский край занимает ведущее место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Регион активно практикует опыт кластерного развития. В агропромышленном комплексе, в частности, это повышение интенсивности земледелия и развитие животноводства, что позволяет создавать ресурс, на котором и строится пищевая перерабатывающая промышленность. Эти же направления развивает и поддерживает УИС края. За последние 4 года в уголовно-исполнительной системе края проведена большая работа по развитию производственной деятельности. Всего в УИС края работает более 720 видов производства. На них выпускается более 50 наименований пищевых товаров и около 100 наименований промышленной продукции. С учреждениями работают более 40 предпринимателей. На балансе исправительных учреждений края на праве постоянного, бессрочного пользования имеются земли сельскохозяйственного назначения. Выращенная на этих площадях сельскохозяйственная продукция позволяет полностью удовлетворить потребность учреждений УИС края в растительном масле, картофеле, моркови, капусте, свекле, огурцах и томатах. Вся переработка сельхозпродукции осуществляется в исправительных учреждениях УФСИН края. Для переработки сельскохозяйственного сырья функционируют мельничные комплексы. Муку фасуют по мешкам и отправляют в другие учреждения. Для уменьшения себестоимости упаковки проработан вопрос об открытии цеха по производству мешкотары. Это позволило полностью обеспечить мягкой тарой участки УИС по производству муки, круп и комбикормов. Опыт изготовления и реализации упаковки в УИС Алтайского края уже есть. Несколько лет назад в колонии-поселении номер 7 была установлена линия по производству PET-бутылок. Производительность оборудования составляет 600 бутылок в одну смену при пятидневной рабочей неделе. Несложно посчитать, что работая в две смены, можно производить до 300 тысяч бутылок в год. При всем этом оборудование не требует высокой квалификации рабочих, а автоматизация процесса позволяет выполнять все технологические операции двум трудоустроенным в смену осужденным. Установка по производству PET-бутылок была приобретена в 2013 году, когда на базе колонии-поселения номер 7 появился молокозавод, который сегодня успешно развивается. Установленное на участке оборудование позволяет изготавливать питьевое молоко, сметану, сливки и сливочное масло. В PET-бутылки собственного производства разливается сегодня и подсолнечное масло. В настоящее время УИС-Края выпускают его полным закрытым циклом. Для производства сеется и выращивается семечка. Выпускаемая в учреждениях мука характеризуется высокими хлебопекарными качествами и идеально подходит для производства широкого спектра хлебобулочных и кондитерских изделий. Сегодня в УИС-Крае выпекают более 20 видов печенья и пряников. Для обеспечения качественного производственного процесса приобретены тестами сильная формовочная упаковочная машины, аппараты для просеивания муки и охлаждения кондитерских изделий, а также электрическая кондитерская печь. В настоящее время приоритетным выбрано свиноводство. Для переработки мяса организованы забойные пункты. В УИС-Алтайского края продолжается работа по реконструкции, техническому переоснащению производства в целях увеличения объемов выпуска высококачественной продукции и решения задач по трудоустройству спецконтингента. В каждой колонии работает профессиональное училище. Обучение ведется по востребованным на рынке труда профессиям. В планах руководства УФСИ на Алтайского края дальнейшее расширение производства, привлечение дополнительных инвестиций и освоение новых рынков. Субтитры создавал DimaTorzok